Время от времени каждый чувствует себя одиноким. Когда нам не с кем сесть рядом за обедом? Когда мы переезжаем в другой город? Или когда ни у кого нет на нас времени в выходные? Но за последние десятилетия это иногда возникающее чувство стало хроническим для миллионов людей. В Великобритании 60% людей в возрасте от 18 до 34 говорят, что им бывает одиноко. В США 46% от всего населения чувствует себя одинокими регулярно. Мы живем в самую связанную эпоху в истории человечества. И все же беспрецедентное число людей чувствует себя изолированными. Быть одиноким и быть одному — не одно и то же. Вы можете быть полны блаженства наедине с собой и ненавидеть каждую секунду, проведенную в окружении друзей. Одиночество — это чисто субъективное индивидуальное ощущение. Если ты чувствуешь себя одиноким, ты являешься одиноким. Распространен стереотип, что одиночество случается только с людьми, не умеющими общаться или вести себя с другими. Но исследования населения показали, что социальные навыки практически не имеют значения для взрослых, когда дело касается социальных связей. Одиночество может затронуть каждого. Деньги, слава, власть, красота, социальные навыки, выдающаяся индивидуальность — ничто не может защитить вас от одиночества, потому что это часть вашей биологии. Что такое одиночество? Одиночество — функция организма, как и голод. Голод заставляет вас уделять внимание физическим потребностям. Одиночество заставляет вас уделять внимание социальным потребностям. Тело заботится о ваших социальных потребностях, потому что миллионы лет назад это было отличным показателем того, насколько вероятно ваше выживание. Естественный отбор вознаграждал наших предков за сотрудничество и за формирование связей друг с другом. Наш мозг рос и становился все более тонко настроенным на распознавание чужих мыслей и чувств и на формирование и поддержку социальных связей. Быть социальным стало частью нашей биологии. Вы рождались в группах от 50 до 150 человек, с которыми вы обычно оставались до конца жизни. Получать достаточно калорий, оставаться в безопасности и тепле или заботиться о потомстве было практически невозможно одному. Быть вместе означало выжить. Быть одному означало смерть. Так что поладить с другими было критически важным. Для ваших предков самой опасной угрозой выживания было не съедение львом, а неспособность уловить социальную атмосферу своей группы и изгнание. Чтобы избежать этого, ваше тело придумало социальную боль. Боль такого рода — это эволюционное приспособление к неприятию. Своего рода система раннего оповещения, чтобы прекратить поведение, которое могло бы привести к вашей изоляции. Ваши предки, которые переживали неприятие более болезненно, с большей вероятностью меняли свое поведение, когда их отвергали, и таким образом оставались в племени, тогда как те, кто не менял, были изгнаны и, скорее всего, погибли. Поэтому неприятие болезненно. И более того, поэтому одиночество так мучительно. Эти механизмы для удержания нас связанными прекрасно работали большую часть нашей истории, пока люди не начали строить для себя новый мир. Обратная сторона современного мира Эпидемия одиночества, которую мы видим сегодня, по-настоящему началась только в конце эпохи Возрождения. Западная культура начала ориентироваться на личность, интеллигенция отошла от коллективизма Средневековья, в то время как молодое протестантское богословие подчеркивало индивидуальную ответственность. Эта тенденция усилилась во время промышленной революции. Люди покидали свои деревни и поля, чтобы попасть на фабрики. Сообщества, существовавшие сотни лет, начали распадаться, а города росли. По мере того, как наш мир быстро становился современным, эта тенденция усиливалась. Сегодня мы перемещаемся на огромные расстояния ради новой работы, любви и образования и оставляем нашу социальную сеть позади. Мы встречаем меньше людей лично и встречаем их реже, чем в прошлом. В США среднее число близких друзей упало с трех в 1985 до двух в 2011. Большинство людей натыкается на хроническое одиночество случайно. Вы взрослеете, становитесь заняты работой, университетом, романтикой, детьми и Нетфликсом. Времени просто не хватает. Самая удобная и простая вещь, которую можно пожертвовать, это время с друзьями. Пока однажды вы не проснетесь и не поймете, что ощущаете себя в изоляции, что вы жаждете близких отношений. Но взрослым трудно найти близкие связи, и поэтому одиночество может стать хроническим. В то время как люди вполне прекрасно относятся к таким вещам, как айфоны и космические корабли, наши тела и умы в основном такие же, какими были 50 тысяч лет назад. Мы все еще биологически настроены на то, чтобы быть друг с другом. Как одиночество убивает? Крупномасштабные исследования показали, что стресс от хронического одиночества – это одна из самых вредных вещей, которую мы, люди, способны испытать. Он заставляет вас стареть быстрее, он делает рак более смертоносным, наступление болезни Альцгеймера быстрее, иммунную систему слабее. Одиночество вдвое смертоноснее ожирения. И так же смертоносно, как и выкуривание одной пачки сигарет в день. Самое опасное в этом то, что как только оно станет хроническим, оно может стать самоподдерживающимся. Физическая и социальная боль используют общие механизмы в вашем мозге. Обе ощущаются как угроза, и таким образом социальная боль ведет к мгновенному и защитному поведению, когда ее вам причиняют. Когда одиночество становится хроническим, ваш мозг переходит в режим самосохранения. Он начинает видеть опасность и враждебность повсюду. Но это не все. Некоторые исследования показали, что когда вы одиноки, ваш мозг гораздо более восприимчив и бдительен к социальным сигналам, и в то же время он становится хуже в их правильной интерпретации. Вы уделяете другим больше внимания, но хуже их понимаете. Часть вашего мозга, которая распознает лица, сбивается с настройки и начинает с большей вероятностью классифицировать нейтральные лица как враждебные, что делает его недоверчивым к другим. Одиночество заставляет вас предполагать худшее относительно чужих намерений по отношению к вам. Из-за такого враждебного восприятия мира вы можете стать более эгоцентричным, чтобы защитить себя, что может заставить вас выглядеть более холодным, недружелюбным и социально неуклюжим, чем вы есть на самом деле. Как это исправить? Если одиночество стало сильно проявляться в вашей жизни, первое, что вы можете сделать, это попытаться осознать порочный круг, в который вы можете попасть. Обычно это выглядит примерно так. Первоначальное чувство изоляции приводит к ощущению напряженности и грусти, что заставляет вас избирательно сосредоточить свое внимание на негативных взаимодействиях с другими. Это делает ваши мысли о себе и других более негативными, которые затем меняют ваше поведение. Вы начинаете избегать социальных взаимодействий, что ведет к большему чувству изоляции. Этот цикл становится все серьезнее, и с каждым разом из него труднее вырваться. Одиночество заставляет вас сидеть подальше от других в классе, не отвечать на телефон, когда друг звонит, отклонять приглашение, пока приглашения не прекратятся. У всех и каждого из нас есть история о себе. И если ваша история будет о том, как люди изгнали вас, другие подхватят это, и таким образом внешний мир станет таким, каким вы его ощущаете. Часто это медленно ползущий процесс, который занимает годы и может кончиться депрессией и психическим состоянием, которое мешает связям, даже если вы их жаждете. Первое, что вы можете сделать, чтобы избежать этого, это признать, что одиночество — это полностью нормальное чувство, и в этом нет ничего постыдного. Буквально каждый чувствует одиночество в какой-то момент своей жизни. Это всеобщий человеческий опыт. Нельзя просто устранить или игнорировать чувство, пока оно волшебным образом не исчезнет. Но можно принять, что ты это чувствуешь, и избавиться от его причины. Вы можете проанализировать то, на чем вы концентрируете свое внимание, и проверить, не концентрируетесь ли вы избирательно на негативных вещах. Было ли взаимодействие с коллегой действительно негативным, или оно было нейтральным или даже позитивным? Как вы взаимодействовали на самом деле? Что сказал другой человек? И сказал ли он что-то плохое? Или вы добавили дополнительный смысл его словам? Может быть, другой человек на самом деле не реагировал негативно, а просто торопился? Далее коснемся ваших мыслей о мире. Вы постоянно предполагаете самое плохое намерение окружающих, вы часто попадаете в социальную ситуацию, имея четкое представление, как она пройдет? Вы предполагаете, что другие не хотят вас видеть рядом? Вы пытаетесь избежать обиды и не рискуете открыться? И если так, можете ли вы попытаться дать другим пользу от сомнения? Можете ли предположить, что они не настроены против вас? Можете ли рискнуть снова быть открытым и уязвимым? И, наконец, ваше поведение. Вы избегаете возможности быть рядом с другими? Вы ищете оправдания, чтобы отклонить приглашение? Или вы превентивно отталкиваете других, чтобы защитить себя? Вы ведете себя так, как будто вас хотят обидеть? Вы действительно ищете новые связи? Или вы довольствуетесь своим положением? Конечно, каждый человек и каждая ситуация уникальна и различна, и только лишь самоанализа может быть недостаточно. Если вы чувствуете себя неспособным решить вашу ситуацию самостоятельно, пожалуйста, попробуйте обратиться за профессиональной помощью. Это не признак слабости, но смелости. Однако смотрим мы на одиночество как на чисто личную проблему, которая требует решения для достижения большого количества личного счастья, или как на кризис здоровья всего общества, есть кое-что, требующее большего внимания. Люди построили мир, который так удивителен. И все же ни одна из тех блестящих вещей, что мы сделали, не способна удовлетворить или заменить нашу фундаментальную биологическую потребность в связи. Большинство животных получает то, что им нужно из своего физического окружения. Мы получаем то, что нам нужно друг от друга. И нам нужно строить наш искусственный человеческий мир на основе этого. Давайте попробуем что-нибудь вместе. Давайте сегодня поговорим с кем-то. Неважно, чувствуете ли вы себя немножко одиноко, или хотите сделать чей-то день лучше. Может, напишите другу, с которым не общались какое-то время? Позвоните члену семьи, который живет отдельно. Пригласите приятеля с работы на кофе. Или просто сходите куда-то, куда обычно слишком боитесь или слишком ленитесь пойти. Например, на собрание любителей настольных игр или в спортклуб. Все мы разные, так что вы сами знаете, что вам лучше подходит. Может быть, из этого ничего не выйдет, и это нормально. Не ждите ничего от этого. Цель состоит в том, чтобы просто немножко раскрыться, потренировать ваши умения выстраивать связи, чтобы со временем они стали сильнее. Или помочь другим потренировать их. Мы хотим порекомендовать две книги, которые мы прочитали, пока проводили исследования. Первая — «Психологическая помощь» Гая Винч. Книга, в которой помимо других тем рассказывается, как бороться с одиночеством так, чтобы мы нашли его полезным и действенным. И «Человеческая природа и потребность в социальных связях» Джона Качиоппа и Уильяма Патрика. Это занимательное и научное исследование того, почему мы испытываем одиночество на биологическом уровне, как оно распространяется в обществе и что наука должна сказать о том, как избежать его. Ссылки на обе книги есть в описании видео. Субтитры создавал DimaTorzok